Здравствуйте, ребята! Я Старкова Светлана Викторовна, учитель начальных классов средней школы номер один города Актау, Мангисталской области. Рада, что этот урок мы проведем с вами вместе. Тема урока – величины, объем. Цель – выбирать меру и инструмент измерения, вычислять и сравнивать объемы. Вы знаете, что объем – величина, которую можно измерить и сравнить. Единица измерения жидкости – 1 литр. Это мерка. 1 литр можно поместить в куб высотой 1 дециметр. Знаете ли вы, что объем самого большого озера в мире – Каспийского моря? Более 78 тысяч кубических метров. Или более 78 миллионов литров, так как в одном кубическом литре – 1000 литров воды. Да, у жидкости есть единица измерения не только литр. Мерки объема бывают разные. Для посадки растений на природе важно ведро, а не мерный стакан. Для приготовления плова берут на одну пиалу риса 3 пиалы воды. Для выпечки пирога – 1 стакан сахара. Для теста на баурсаке – пару столовых ложек подсолнечного масла. А можно ли складывать и вычитать именные числа? Можно. 1 литр плюс 2 литра равно 3 литра. Обратите внимание, что возле каждого компонента пишется единица измерения жидкости. А теперь попробуйте сами. 9 литров плюс 3 литра равно 12 литров. Не забыли про литры? 5 литров минус 2 литра равно 3 литра. 18 литров минус 6 литров равно 12 литров. Это было легко. И с этим вы справились. Давайте посложнее. Предлагаю вам ответить на следующие вопросы. В чайник вмещается 3 литра. Объем чайника и кастрюли одинаковый. Каков объем кастрюли? Проверяем. У вас тоже так? В банку вмещается 5 литров компота. С помощью какой мерки можно отлить из банки 1 литр? Мерная кружка. Брат с сестрой выпили сок из стаканов. Сравнили содержимое и увидели, что у брата осталось больше, чем у сестры. Кто из них выпил больше компота? Сестра. Скоро Новый год. Давайте, ребята, подготовимся к празднику. Мне подарили елочку в ведре объемом 10 литров. Помогите пересадить лесную красавицу в вазон объемом 30 литров. Какая мерка нам пригодится? Ведро, мерная кружка или столовая ложка? Верно, ведро. Сколько ведер свежей земли нам понадобится? И вы опять правы. Для заполнения вазона необходимо 3 ведра земли по 10 литров. По праздничному столу мама будет готовить бешпармак. Для варки мяса мама использует кастрюлю емкостью 7 литров. Сколько воды испарится, если после варки остается 5 литров? Проверяем. Чтобы найти вычитаемое, надо из уменьшаемого вычесть значение разности. 7 литров уменьшаем на 5 литров. Получаем 2 литра. Да, именно 2 литра воды испаряется при варке. А вы писали письмо Деду Морозу? Письма детей города Актал уместились в 2 машины, а затем в 2 снегохода. В первом снегоходе было 50 литров топлива. В пути израсходовалось 20 литров. Во втором снегоходе было 45 литров топлива. Он израсходовал в пути 15 литров. Сколько литров топлива осталось в каждом снегоходе по приезду к Деду Морозу? Найдите значение выражений и сравните. Проверяем. Разность 50 литров и 20 литров равна 30 литрам. Разность 45 литров и 15 литров равна 30 литрам. В обоих снегоходах осталось одинаковое количество топлива. Молодцы! Сегодня очень хорошо потрудились. Какой меркой можно измерить ваше настроение? А новые знания похожи на объем какой емкости? Ваш труд сравним с объемом какой мерки? Делу время, а потихий час. В канун Нового года всегда вспоминается сказка «Щелкунчик» Ганса Христиана Андерсона. Предлагаю посмотреть фрагмент удивительного балета под аккомпанемент необычного инструмента. Приятного просмотра и до новых встреч! С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом!